В репертуаре Виноградова И любовь берегла, как святыню Одному я тебе позволяла Целовать марию В январе 1941 года в Большом зале консерватории состоялся его сольный концерт. Благодаря музыканту Кручинину, редкому знатоку цыганского фольклора и романца, второе отделение было открытием для публики нового Виноградова. Старинные русские цыганские романсы звучали классически чисто, с искренним волнением и трепетом. Дело в том, что я думаю, человек обладал талантом. Талантом петь, талантом понимать, что он поет, и уникальным тембром голоса, что для радио очень было важно. Чаще всего Виноградову, как солисту радио, приходилось выступать с Государственным джаз-оркестром СССР под управлением Виктора Кнушевицкого. Георгию Павловичу во многом обязаны своей популярностью такие музыкальные коллективы, как Оркестр Всесоюзного радио, джаз Александра Цфасмана и Госджаз-оркестр Белорусской СССР под управлением Эдди Рознера. Узнав о начале войны, на следующее утро он явился в рай военкомат. Собирался добровольцам отправляться на фронт. И вдруг комиссар военкомата, который, видимо, слышал его по радио, спросил, тот самый Виноградов? Тогда пойдешь петь. Он надел военную форму, как потом окажется, на долгие 10 лет. Георгий Виноградов оказался во фронтовой бригаде отдельного образцово-показательного оркестра наркомата обороны, руководителем которого был знаменитый музыкант Семен Чернецкий. Два с половиной года на передовой с оркестром. Это было время тяжелейших боев с врагом на Западном, Белорусском, Волховском и Брянском фронтах. Концерты артистов проходили под грозный аккомпанемент орудийных залпов. ПЕСНЯ Один из концертов на Западном фронте мог стать для певца последним в жизни. Выступали на поляне, у берега реки, разделяющей две деревни, большие и малые, голубкие. По одну сторону реки наши, по другую фашисты, вспоминал Георгий Павлович. Шел фронтовой концерт. Фашисты молчали. Больше того, даже с интересом слушали. Вдруг к политруку актерской бригады подходит комиссар воинской части и тихо говорит, «Предупредите, когда начнется последний нот». Звучит заключительная песня, последний аккорд, и вместо аплодисментов раздается грозный приказ комиссара. «Срочно в укрытие!» И в тот же момент на поляну обрушился шквал огня. «Предупредите, как говорит пулеметчик, так говорит пулеметчик!» «От осколка германской гранаты не случилось уберечь стоит». «Пулеметчик был ранен, ребята, вопрежден пулемет был мошкинг». Именно такие песни пел для солдат Георгий Виноградов. «Два Максима», «Темная ночь», «Жди меня» помогали тогда воевать. Эти легендарные песни и записаны были во время войны. Десятки километров по дорогам войны, окопные лишения, скорбь утрат и радость тепла человеческого общения – все это отразится в песне «Дороги», которую специально напишет для тенора Виноградова сразу после победы композитор Анатолий Новиков. «Холода тревоги да степной бурьян Знать не можешь доли своей Может, крылья сложишь посреди степей» Как-то после концерта к Георгию Павловичу обратился один из командиров. «А мирный-то свой репертуар еще не забыли? Можете прямо сейчас спеть мой самый любимый романс «Утро туманное»?» Пианист сел за рояль и Виноградов запел. «Утро туманное», «Утро седое», «Нивы печальные» «Снегом покрыли» Однажды фронтовая бригада, в которой пел Виноградов, попала в окружение. Это случилось под Вязьмой. Выступали перед бойцами, уходящими в бой. Им дали в руки винтовки, всем музыкантам, и сказали, выбирайтесь сами. Выбирайтесь сами из этого окружения. Если нужно, стреляйте. Вот так кто-то погиб, но Виноградову удалось прорваться сквозь это окружение, где-то под Можайском перейти линию фронта и вернуться в Москву. От бригады осталось 11 человек. Когда добрались до Москвы, группу переформировали и отправили для выступлений в блокадный Ленинград. Мы летели с остановками, вспоминал Георгий Павлович. Добрались до станции Хвойная. Ждем, когда в небе, черном от фашистских истребителей, возникнет хоть какой-нибудь просвет. От самолета ни на шаг. Вдруг истребители исчезают. Пилот торопит, скорее, скорее, взлетаем, но в небе снова фашисты. Наш самолет летит набреющим. Волны Ладоги плещут почти в его брюхо. Но вот и Ленинград. Под бомбежками и обстрелами выступают артисты для измученных, но не сдающихся ленинградцев, лица которых светлеют, когда звучат привезенные с большой земли песни. Георгий Виноградов вместе с Лидией Руслановой и другими известными артистами дали в осажденном Ленинграде около тысячи концертов. В самом начале войны бытовало мнение, что, мол, нельзя петь в концертах лирические произведения, напоминающие людям о мирных днях. От композиторов требовали оборонные песни. Был даже объявлен специальный конкурс. Но людям на фронте и в тылу нужна была разная музыка. И Виноградов пел именно такие песни, которые брали за душу русского солдата. Именно такого солиста искал руководитель краснознаменного ансамбля «Песни и пляски». Ансамбль готовился к выступлению в Финляндии. И Александр Васильевич Александров, дед мой, он пошел к Иосифу Сергеевичу Сталину и сказал, что, Иосиф Сергеевич, у меня не хватает певцов. Мне хотелось бы, чтобы есть такой виноградов певец, он работал у нас в ансамбле и поехал с нами в поездку в Финляндию. Виноградов тогда работал в ансамбле Чернецкому. Было дано указание, и на следующий день Виноградов прибыло в распоряжение ансамбля Александра. Шел 1943 год. С этого времени и пойдет отчет его дальнейшей непростой жизни, яркой и счастливой с одной стороны и полной драматических событий с другой. Он вошел в краснознаменный ансамбль песни и пляски полноправным солистом. Пел много, и в основном лирику от него не трогали.